Приветствую подписчиков и гостей канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас рейтинг утюгов до 2000 рублей топ 5 моделей. Это ультрабюджетный сегмент и соответственно не так много нам качественных моделей предлагается, но мы все-таки выбрали то, что получше, ну и соответственно предлагаем вам обратить на них особое внимание. Ссылки на все утюги, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Мы начинаем и возглавляет наш рейтинг утюг Scarlett SCSE30K59. Данный утюг благодаря уценке попал в нашу ценовую категорию до 2000 рублей, потому что вот некоторые продавцы, в частности TeleStyle, предлагают его за 1980 рублей. То есть вообще номинально этот утюг, он в другом ценовом сегменте, поэтому характеристики у него для такой цены весьма неплохие. Мощность 2400 ватт, постоянный пар 45 грамм в минуту, паровой удар 145 грамм в минуту, керамическая подошва качественная, да и вообще не характерна для утюгов до 2000 рублей такая подошва. Есть вертикальное отпаривание, неплохой набор функций, защита от накипи, противокапельная система, резервуар для воды на 400 миллилитров и сетевой шнур двухметровый. Просто я вам говорю, что еще неделю назад вы такой утюг бы за 2000 рублей бы не купили, даже за 1980. Сейчас такой шанс есть, поэтому советую поторопиться. Модель действительно заслуживает внимания. Следующий вариант это утюг электролюкс EDB1740 в бежево-белом таком дизайне. Это уже более простая модель, но тоже характеристики у нее весьма неплохие. Мощность 2400 ватт, постоянный пар 26 грамм в минуту, паровой удар 110 грамм в минуту. Материал подошвы также керамика идет, но покрытие чуть менее качественное. Идет тоже набор функций неплохой. Из особенностей желобок для пуговиц, шаровое крепление шнура, защита от накипи, противокапельная система, резервуар для воды 250 миллилитров и длина сетевого шнура 1,8 метра. Опять же, очень много отзывов об этом утюге. Ну и люди отзываются, что он достаточно качественный, редко ломается. Ну и цена у него тоже, в общем, близка к порогу, то есть 1999 рублей. Ну и вот некоторые продавцы его предлагают чуть дороже 2000, но тоже, в принципе, приемлемый ценник. Третье место в нашем рейтинге занимает утюг Philips GC1741-70 EasySpeed. Такой дизайн у него тоже приятный глазу. 2000 ватт мощность идет, постоянный пар 25 грамм в минуту, паровой удар 90 грамм в минуту. Но это утюг уже из предыдущего поколения, поэтому многих функций у него нет. Плюс подошва идет с антипригарным покрытием, но качество все-таки похуже, чем у предыдущей модели. Хотя вот люди очень часто такой утюг покупают, 144 отзыва у него. И в основном отзывы хвалебные, мелкие недостатки указывают. Так как кто-то там некоторым не хватает длины шнура, кто-то говорит, что кнопки бывают западают. У него имеется в виду вот эта кнопка подачи воды, да. Но в основном это мелочи, которые на работоспособность утюга влияют слабо. Поэтому вот за 1989 рублей этот утюг очень и очень хороший. Третье место у него законное в нашем рейтинге. Четвертое место занимает утюг горения SEH1800TQC DropCH1800BLT голубой. Язык сломаешь название, но тем не менее модель, благодаря уценке, она попала в наш ценовой сегмент. Предлагают продавцы вот Волга Видео, в частности за 1490 рублей этот утюг. И модель примечательная. Во-первых, у неё качественная керамическая подошва. Плюс мощность не сильно маленькая, 1800 Вт. Постоянный пар 25 грамм в минуту, паровой удар 80 грамм в минуту. Неплохой набор функций, но всё-таки это опять же из предыдущего поколения утюг. Но это не значит, что он плохой. Работает он прекрасно, ломается редко. Вообще горение славится качественной техникой, поэтому доверять этой марке вполне можно. Ну и за такие деньги, конечно, не везде его предлагают. Где-то он 1800, где-то 1700, где-то вообще 2800. Поэтому нужно смотреть, но найти его именно дешевле 2000 реально. И отзывы хорошие об этом утюге. И завершает наш рейтинг утюг Китфорд КТ2603. Это явно простая модель, но она и дешёвая. То есть 1190 рублей по акции сейчас её можно приобрести. Мощность 1300 ватт, алюминиевая подошва, вертикальное отпаривание есть. Хотя паровой удар слабоват у этого утюга. Тут даже, в общем-то, в описании его нет. Из дополнительных функций есть ещё разбрызгивание, регулировка подачи пары. Ну и резервуар для воды очень такой малоёмкий. Да, 150 миллилитров. В целом модель, конечно, из дешёвого сегмента. Но неплохо они отзываются. И люди говорят, что такой простенький утюг, он иной раз и 100 очков вперёд даст более дорогим утюгам. Поэтому, наверное, стоит присмотреться. Ссылки на все утюги, представленные в нашем рейтинге, вы найдёте в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик и всего вам доброго.